В Омске вынесли приговор в отношении молодой женщины, которая в социальных сетях разжигала межнациональную рознь и даже оскорбляла ветеранов Великой Отечественной войны. Ольга Погорелова, будучи студенткой Омского вуза, посмотрела кино о Третьем Рейхе. Фильм запрещен к показу на территории России и девушка прекрасно об этом знала. На молодую амичку произвели впечатление извращенные факты Второй мировой войны и студентка начала делиться своими новыми убеждениями в социальных сетях. Она пропагандировала агрессию по отношению к другим нациям и демонстрировала ненависть к ветеранам. Я просто поступила, глупо очень, не осмысливала. То есть я догадывала, что это противоправные действия. Вас кто-то этому научил? У вас были единомышленники? После того уже, то есть я их через сеть ВКонтакте нашла. В вашей семье дедушки, прадедушки воевали? Да. Да, воевали. Ну и как вы думаете, они как бы оценили в вашем семье? Ну, страшно представить. Ольга совершила преступление в то время, когда сама являлась матерью двухлетней дочери. Во время обыска силовики изъяли у подозреваемой компьютерную технику, сотовые телефоны, модем и повязку с изображением свастики. Свою страницу в соцсетях молодая женщина не могла удалить самостоятельно, поэтому сделала заявку администраторам сайта. В период времени с мая по декабрь 2013 года в сенте интернет на своей странице ВКонтакте размещала фото-видео материалы националистического характера, направленные на разжигание ненависти и вражды по расовому признаку, а также оскорбляющие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Своими действиями и было совершено преступление, предусмотренное честью первой статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание за которое предусматривается до двух лет лишения свободы. Потерпевшими по уголовному делу проходят неустановленные лица, хотя все стороны процесса понимают, что морально пострадали ветераны Великой Отечественной войны. В своем последнем слове подсудимая рассказала, что институт она закончила, получила диплом и в ближайшее время собирается поступать в магистратуру. Суд также принял во внимание, что женщина вину свою признала, имеет малолетнего ребенка и ранее не была судима. В итоге ей назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Возможно, на такое гуманное решение повлиял и год 70-летия Победы. Но оценят ли ветераны такую амнистию? Бывший чиновник отправился за решетку за получение взятки. 44-летний заместитель директора бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг» взял с работника 100 тысяч рублей за то, чтобы подчиненный в дальнейшем имел послабление по службе. Руководителя задержали в момент получения денег. Понятые, обратите внимание, гражданин выбросил денежные средства. Понятые видят? Видят, да? Ну, еще раз и вышло, скажите. Андрей Александрович, вряд ли вам это поможет? Рассказать ничего не хотите? Впрочем. Денежные средства сегодня получали кого-либо? Нет, не получал. Было установлено, что 11 шриста были при нем, так как на его руках и одежде в раках проведения осветительствования были обнаружены следы люминесертного порошка. Для вынесения обвинительного приговора собранных доказательств оказалось достаточно. За получение взятки в крупном размере чиновнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Жители многоэтажки на улице 2-я поселковая, покупая квадратные метры в новостройке, и подумать не могли, что по соседству с ними окажется собачий приют. И день и ночь из квартиры на третьем этаже доносится лай. Гавканье не дает спать людям из других домов, а запах в подъезде отбивает всякий аппетит. У меня есть самого питомец, собака, да, ну, как бы я не ожидал такого, что можно, то есть, как бы трехкомнатную квартиру, которая почти 100 квадратов для, ну, может быть, люди могут себе позволить, я не знаю. Но я считаю, что люди, то есть, ну, которые, ну, могут себе позволить, ну, вы купите частный дом, там, разводите хоть крокодила, хоть слонок, хоть бегемота. Приютила собак и кошек у себя дома Валерия Николаевна. Правда, в лицо женщину мало кто знает. Двери она никому не открывает, а дворняк выгуливает по ночам. Дмитрий Никифоров живет с семьей в квартире над собачьим приютом. А Мичу пришлось сделать ремонт в новом доме второй раз, чтобы усилить звукоизоляцию и оградить свое жилье от зловония. Сначала мы хотели мирным путем, то есть, порешать как-то, ну, все любят животных, да, ну, вот. Вот, человек категорически не общается, то есть, просто, вот. Лично моя семья была до седьмого колена проклята, причем это было сразу же с первого раза, как только я попытался с ней пообщаться. Вот, были конфликты, насколько я знаю, вот на первом этаже были конфликты, причем серьезные конфликты, вот, когда собака нападала, потому что их бывает выгуливают без намордников. Когда Дмитрию устанавливали кондиционер, строители насчитали на балконе соседки восемь кошек. Примерно столько же в квартире собак. Со слов жителей, женщина работает представителем фармацевтической компании. Иногда она уезжает в командировки на неделю. Что все эти дни едят животные и кто за ними ухаживает, никому неизвестно. Она говорит, что она имеет право одержать этих животных, что их жаль, и она за ними якобы ухаживает. Но, по словам соседей, ухода никакого не происходит, так как соседи говорят, что они испражняются на балконе, и запах и зимой, и весной бывает. Соседи жаловались в прокуратуру, в администрацию района и в Роспотребнадзор. К моменту проверки хозяйка вывезла всех животных, а на следующий день свора опять лаяла в квартире. По ночам разбуженные люди вызывают полицию, но дальше составление протоколов дело не идет. Пока в России нет законов, которые могли бы защитить жителей от такой собачьей любви. Омские кинологи вошли в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях в Вологде. На старты из разных уголков страны съехались 255 полицейских с собаками. Четвероногие сыщики демонстрировали свои способности в поиске человека, наркотиков и взрывчатых веществ. В итоге омские овчарки Урман, Сказка и Дунай заняли третье общекомандное место. Распорядок рабочего дня начинается с 10 часов. После построения инструктажа, кормления, начинаем заниматься по расписанию, по занятиям. Ежедневно проверяем объекты трансферной инфраструктуры. Это Омский автовокзал, ЖД вокзал, аэропорт и профилактических мероприятиях. Пес Урман отличился не только в командном первенстве, но и опередил всех соперников в кроссе на дистанции 1 километр. Примечательно, что омские собаки на всероссийских соревнованиях ежегодно занимают призовые места. С начала текущего года раскрыто с применением служебных собак. За административные правонарушения более 3,5 тысяч задержано правонарушителей. От конвоирования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, более 5 тысяч в нашей области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!